Криминальный авторитет Йоркин из Басаров Как бывший комсомолец стал главой крупнейшей в Казахстане преступной группировки, с кем он дружил, из чего его бойцы делали деньги и за что в конце концов он получил тюремный срок в 12 лет. Это все о Йоркине из Басарии, которому 2 августа 2018 года в октобе вынесли приговор. Следствие, к слову, длилось более полутора лет. Йоркин из Басаров будущий глава грозной преступной организации вырос в Тимирском районе Октябинской области, где окончил школу и вступил в ряды комсомольцев. В юные годы он занимался вольной борьбой. Молодой Йоркин мог стать врачом, так как после школы поступил в медицинский институт, но во время учебы на втором курсе ушел в армию. Отдав священный долг родине, он перебрался в Алма-Ату, здесь выучился на ветеринара, но не смог найти работу по специальности. Йоркин из Басар всегда был известен как спортсмен, как человек, который всегда помогал молодым атлетам и делал все для развития борьбы в своем родном регионе и даже за его пределами. За это его всегда уважали и уважают борцы и другие атлеты. Про него говорили, что он не пропускал ни одного соревнования. Об увлечении всей жизни он рассказал как-то журналистам дагестанского издания. Я серьезно занимался этим единоборством, и эта увлеченность осталась во мне на всю жизнь. В 1998 году я попал в автокатастрофу и уже не могу выходить на ковер, но все равно в зал тянет. Говоря наши борцы, я имею в виду вольников Актюбинской области. Поначалу я это делал по своей инициативе, поддержка спорта, как бизнесмен, как спонсор. А потом меня избрали ответственным за развитие вольной борьбы в области. Но я также помогаю материально классикам, представителям других дисциплин, спортсменам-инвалидам. Минус говорил из Басар. Позже мужчина стал президентом Федерации по борьбе в Алматы. Из-за возникших проблем со спиной ряда других недугов Йоркин оказался прикованным к инвалидному креслу. После той аварии он перенес 13 операций на позвоночники. ОПК-4 брата Группировка 4 брата загремела в первой половине 90-х годов XX века. В ту эпоху это была обычной практикой для тех, кто имел в окружении крепких ребят и жаждал больших денег. Актюбинцы всегда знали, что из себя представляет банда, кто ее главарь и чем он и его подопечные занимались. Неосведомленному может показаться, что банду сколотили настоящие братья, родственники, но это не так. Основатели преступной группы были друзьями друг к другу, а словом брат по уличным законам всегда обозначался человек, который стал уже больше чем другом и товарищем. Кстати, в ОПК входили и уроженцы соседних республик. Внимание средств массовой информации Йоркин из Басар. Его команда и партнеры привлекли после громкой спецоперации, которую провернули в октобе бойцы спецназа Комитета национальной безопасности и сотрудники антикоррупционного ведомства. Но об этом позже. Согласно информации из открытых источников, банда 4 брата имела довольно широкий круг влияния. Промысел распространялся наоборот горюче-смазочных материалов в Алматы, Актобе, Актау, вещевые рынки, торговлю спиртными напитками, контрабанда через казахстанско-китайскую границу, зерно. Свой кусок от игорно-развлекательного бизнеса братья тоже имели. Даже при таком масштабе криминальной деятельности от книгнушалась и такой. Казалось бы, для нее мелочью, как автостоянки. Погорела группировка на нефти, вернее, на хищении черного золота, которым тоже благополучно занималась. Об этом потом на суде детально рассказали водители, которые были вовлечены в этот бизнес. Я подвозил людей в такси, один из клиентов предложил подработать. Два раза в 2014 году я ездил в Байганинский район на месторождение Ащасай. За каждый рейс платили по 20 тысяч тенге. Точка, в 2015-м ездил в Кенкияк. Заборов или охраны на месторождениях не было. В степи стояла бочка, шланги. Я заезжал на машине, они сами грузили. То, что это краденая нефть, я не знал, минус рассказал Ережепад Дамбетов. За свои ночные рейсы мужчина получил 240 тысяч тенге. Второй водитель, Михаил Кожуховский, признался суду в том, что его наняли по телефону. У него не было постоянной работы, и он согласился. В 2014 году я перевозил на автомашине крас-желтую бочку из Байганинского района. Точка. А в 2015-м я делал рейсы в Кенкияк. Ездили всегда ночью. Меня встречали на вазике. В октобе я оставлял машину на 41-м разъезде на заброшенной заправке. В 2015 году я сделал 10 рейсов в Кенкияк. Минус поведал перевозчик. В конечном счете за все перевозки он получил. Как и Рижа Папдамета в 240 тысяч тенге. Все вышеперечисленное, это только то, что попало в СМИ. Дело шли хорошо до зимы 2016 года. Захват, следствие и суд. 7 декабря 2016 года сразу в нескольких точках в октобе прошла спецоперация по задержанию похитителей нефти. В ней были задействованы силы КНБ, МВД и Нацбюро по противодействию коррупции РК. Было много задержанных, среди которых, как сообщали представители силовых структур, были приверженцы радикальных религиозных течений. Обыски проводились в офисах и по местам проживания подозреваемых. В числе изъятых вещдаков были автоцистерны с нефтью и нефтепродуктами. 12 декабря стало известно, что представлять интересы глав ОПК-4 брата будет ныне покойный Серик Сарсенов, тот самый который защищал Владислава Челаха, признанного в убийстве 15 человек на погранзаставе Аркан Керген. Под следствие всего попали 26 человек. Их обвинили в совершении ряда преступлений, незаконная транспортировка, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, создание организованной преступной группы, вымогательство и другие тяжкие и особо тяжкие правонарушения. В материалах дела, которое насчитывало почти 300 томов, значатся 17 криминальных эпизодов. Следствие установило, что покровительство братьям оказывали сотрудники правоохранительных органов. 7 ноября 2017 года материалы были направлены в суд. 15 марта 2018 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области, который рассматривал дело, снял с Йоркина из Басары одно из обвинений, часть 1 статьи 379 УК РК «Неповиновение представителю власти». В апреле этого же года к суду обратились актюбинские инвалиды. Представители актюбинского фонда парализованных граждан просили в письме соблюдать права инвалидов, к коим относятся Йоркина из Басар, и не лишать его свободы. Документ был подписан председателем фонда Куралай Байменовой. 2 августа 2018 года суд первой инстанции вынес приговор по громкому делу. Лидер УОПК-4 брата Йоркина из Басара назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Его правая рука Ухат Калиев получил 11 лет тюрьмы. Осужден был и экзаместитель начальника ДВД Актюбинской области Рахата Ханов, которому предстоит провести за решеткой 5 лет и 3 месяца.